И длинные волосы. Отбирает мяч, а здесь... Можно бить! Удар! Мяч! Вороток! Браво! Скакивают с места 15 тысяч зрителей, которые до отказа заполнили стадион торпеда. Браво, Спартак! И так держать. Вот это начало, которое нас устраивает. Еще раз видим на повторе. Еще один повтор. Посмотрел. С левой ноги в дальний угол. Отлично, отлично показывает Ледяков. И мы говорим, отлично, Спартак. Вот это начало нас устраивает. В нашем рекламном блоке вы видели рекламу на билетах. Называлась сумма 50 тысяч, 60, 70. Да это даже, в общем-то, и не важно. Важно то, что интерес к этому матчу был огромный. Опасно. Кол. Буквально из ничего. Но как же так? Как же так обидно? Да. Смотрим на повторе. Ничья 1-1. Не совсем удачно. Наш защитник пытался вынести мяч. И девятый номер. Ежев Киприк. Дальний угол. Не оставил шансов. Станиславу Черчесову. Ай-яй-яй. С острого угла попадает в сильном тайме. Рискует оставить свою команду в меньшинстве. Ну что ж, примерно 10 минут остается до конца встречи. Ответной встречи между московским Спартаком и голландским Фейнордом из Роттердама. Ой-ёй-яй. Ну что же. Ну здесь уж, как говорится, сам Бог велел. Здесь промахнуться было гораздо труднее. Да. Вот оно логическое завершение. Вот оно завершение, которого мы ждали. Вот он сатисфекшн. Вот оно удовлетворение. Московский Спартак все-таки выигрывает. Задавили. Молодцы. Неожиданное решение. Вот нестандартное решение. Понимаете, удар в ближний угол. И Эст-Легуль, который прекрасно играл на выходах, не справился с этим заданием. Валерий Карпин добил мяч в ворота. Два мяча. Ну уж не буду тут лукавить. Теперь нужно подумать о следующем шаге. О полуфинале. Что же здесь? А здесь-то что будет? А здесь ничего нет. А здесь мячом был Вичке. А сейчас Дмитрий Радченко. Дима. И вот сейчас, через несколько минут, даже через несколько секунд, а добро появится счет 3-1. И фамилия Дмитрия Радченко. Очень старался, Дмитрий. Все делал для того, чтобы забить мяч. Даже, может быть, иногда грешил тем, кто не делал передачу. Было положение вне игры, но он был пассивный. Арбитр встречи совершенно справедливо на это не обратил внимания. Радость. Конечно же, радость и на лице нашего игрока. И на лице у тех зрителей, которые заполнили полностью московский стадион торпедов. И вот нам показывают президента России, который тоже же доволен, безусловно, исходом этой встречи. Борис Николаевич Ельцин.